От первого неба до второго было расстояние в 500 лет. Хабиб с Джабраилом отправились дальше и поднялись выше. Они прибыли к вратам второго неба, и Джабраил постучал в дверь. Рукаил спросил, кто там за дверью. Джабраил ответил, что это он вместе с Мухаммадом. Затем врата отворили, и они поднялись на небо, сотворённое Всевышним из железа. Там были ангелы с коровьими ликами. Они были вооружены саблями и копьями. Расуль спросил Джабраил, кто они? Тот ответил, это войско ангелов, сотворённых Аллахом в помощь тебе. Хабиб увидел двух юношей, сидевших на ложе из красного яхонта. Он спросил Джабраил про них. И тот рассказал, что это пророки Яхья и Иса, алейхимуссалям. Он поприветствовал их и приблизился к ним. Они оба ответили на приветствие, поздравили с этим путешествием, произнесли мархаба, оказали почёт и возвеличили хабиба, алейхиссаляту ассалям. Вокруг собрались сонмы ангелов. Они с большим почтением приветствовали хабиба, алейхиссаляту ассалям. Таха, алейхиссаляту ассалям, и Джабраил, алейхиссалям, совершили с ними два ракаата намаза и отправились дальше. Как и прежде, они поднимались выше сквозь пространство и прибыли к вратам третьего неба. Джабраил, алейхиссалям, постучался и велел открыть. Узнав, что это Ахмад, алейхиссаляту ассалям, им открыли без всяких слов. Это небо было сотворено Всевышним из меди. Таха, алейхиссаляту ассалям, увидел одного ангела, ноги которого уходили под семь земель. С ним было семьдесят тысяч ангелов. Все беспрерывно произносили таспех «Субханалхайиллядзи ла ямуту». Кто бы из ума не произнес этот таспех, он будет вознагражден так же, как и те ангелы. И здесь Хабиб, алейхиссаляту ассалям, увидел луналикого человека изумительной красоты и спросил, кто он. Джабраил, алейхиссалям, ответил, что это Юсуф, алейхиссалям. Таха, алейхиссаляту ассалям, подошел к нему и поприветствовал. И Юсуф, алейхиссалям, встал, выражая почтение Таха, алейхиссаляту ассалям, ответил на приветствие Расуля, саляллаху, алейхиссалям, и заговорил с ним, выказывая большое уважение к Хабибу, алейхиссаляту ассалям. Они поднялись ещё выше сквозь пространство и через мгновение оказались на четвёртом небе. Расстояние в 500 лет между каждым небом они преодолевали во мгновение ока. Таспих ангелов четвёртого неба был таков «Субханальмаликелькуддус раббульмалайкативаррох». Если хотите получить такое же вознаграждение, как и те ангелы, произносите, о верующие, в любое время этот таспих. Четвёртое небо, сотворённое Всевышним из золота, оказалось очень красивым. Затем Хабиб, алей-иссаляту вассалям, увидел человека, который сидел, прислонившись спиной к Дафтархане, место, где хранятся записи благих деяний людей, и спросил Джабраил, алей-иссалям, кто он. Джабраил, алей-иссалям, ответил, что это Идрис, алей-иссалям. Хабиб, саллаллаху, алей-иссалям, подошёл к нему и поздоровался. Тот ответил на приветствие, сказав «Мархаба», и оказал должное уважение Ахмаду, алей-иссаляту вассалям. «О, мой брат, видишь, как Всевышний возвысил тебя. А ведь и в рай ты вошёл раньше меня», мило заговорил Хабиб, алей-иссаляту вассалям. Тот ответил «О, Хабибуллах, я не вошёл в рай, место, куда я входил, это сад, который находится снаружи, за пределами рая». Затем Идрис, алей-иссалям, сказал Ахмаду, алей-иссаляту вассалям. «Первым в рай войдёшь ты». Он сообщил, что видел надпись на вратах рая. «Никто не войдёт раньше Мухаммада», алей-иссаляту вассалям. Двигаясь дальше и оставив позади расстояние в пятьсот лет, они в один миг поднялись на пятое небо. Оно оказалось сотворённым Всевышним из Яхонты. И тут Хабиб, алей-иссаляту вассалям, увидел одного старца. «Кто это спросил он Джабраил, алей-иссалям?» «Это Харун, брат и визир Мусы», был ответ. Старец поприветствовал Ахмада, алей-иссаляту вассалям, прочитал за него хорошую мольбу и проводил Хабиб, алей-иссаляту вассалям, в путь. Таспих ангелов того неба был таким. «Субхана ман джамаа байна сальджи ваннари». О, веровавшие, если хотите получить вознаграждение, равное тому, что получают они, читайте этот таспих, сколько пожелаете. Оттуда они отправились на шестое небо. Оно было сотворено из жемчуга. Там он увидел людей, которые громко плакали навзрыд от великого страха перед Всевышним. Хабиб Аллах, алей-иссаляту вассалям, спросил «Чабраил, алей-иссалям, кто эти люди, которые так сильно плачут из страха перед Всевышним?» Чабраил, алей-иссалям, отвечая на вопрос Хабиба, алей-иссаляту вассалям, сказал, что это Курубийюн, разновидность ангелов. Затем Хабиб, алей-иссаляту вассалям, подошел к ним и поприветствовал их. Они в ответ кивнули головой, их мысли и внимание невозможно было отвлечь из-за их покорности и смиренности. Чтобы они опомнились, Чабраил, алей-иссалям, сказал им, «Разве вы не знаете, что этот человек, Мухаммад, алей-иссаляту вассалям, являющийся печатью пророков, пророком милости? Что же вы не посмотрите на него?» Все Курубийюн посмотрели на Таха, алей-иссаляту вассалям, и поприветствовали его подобающим образом. Здесь Расуль, алей-иссаляту вассалям, увидел человека со смуглым лицом и волосатым телом. Народ Израиля утверждает, что самым дорогим для Аллаха являюсь я, а он более дорог Аллаху, чем я, сказал этот человек и указал на дорогого Хабиба, алей-иссаляту вассалям. Ахмад, алей-иссаляту вассалям, спросил, «О, Джабраиль, кто этот человек?» Муса, алей-иссалям, сын Имрана, был ответ. Хабиб, саллиллаху, алей-иссалям, поприветствовал пророка Мусу, алей-иссалям. «Мархаба, сын мой», — ответил тот на приветствие. Из глаз Муса, алей-иссалям, полились слезы от восхищения Хабибом, алей-иссаляту вассалям, и его уммой. Недостаточно ли для нас того, что мы оказались уммой Ахмада, алей-иссаляту вассалям, который является основой всего сотворённого на небесах и на земле? О, правоверные! Давайте же вознесём хвалу Аллаху за блага и возрадуемся тому, что являемся уммой Ахмада, алей-иссаляту вассалям. Произнесём нашему Хабибу, саллиллаху, алей-иссалям, салават и салам, следуя по велению. Мауляя саллии вассаллим да иман абадан аля хабибика хайрил халки куллихими. О, Аллах! Одари вечным и бесконечным салаватам и саламам лучшего из творений твоего любимца Ахмада, алей-иссаляту вассалям. О, Аллах!